Друзья, всем привет из Боснии, Герцеговина. Каждое второе здание будет таким уже обстреленным, пулей и прочие следы войны будут видны. Почему именно Босния, а не другие страны? Но так как он находится рядом с мечетью, вот тут сразу же мечеть, нас попросили пересесть вот за этот столик. У нас частенько возникает проблема найти ресторан, где можно нормально пообедать или поужинать. Ну, судя по рисунку, это, наверное, говнецо. Тут есть один городок, в котором нельзя не побывать, если вы приезжаете в эту страну. Целиковые барашки. Вы будете сидеть, и рядом будет вот такой вот прямо офигительный вид. Друзья, всем привет. С вами Андрей Мазуницын, и вы на канале нашей семьи. И на этот раз мы прилетели в Боснии, Герцеговину. Прогуляемся по столице, наверное, прокатимся как-нибудь куда-нибудь по стране. В общем, мы начинаем, а вы не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, если вам понравится это видео. Почему именно Босния, а не другие страны? Честно говоря, фиг его знает. Поэтому давайте скажем, что просто название страны понравилось. Здесь, а насмотревшись Орла и Решки, мы, честно говоря, ожидали увидеть такие полуразрушенные здания со следами пуль на стенах. Но гуляя вот по исторической части города, вообще ничего такого не смогли найти. Но не смогли найти ровно до тех пор, пока гуляли в исторической части города. Стоит идти там метров на 500 в сторону, каждое второе здание будет таким уже обстрелянным, пулей и прочие следы войны будут видны. Но при желании, конечно, можно и в центре найти такие следы. Вот, например, видите, на стене сверху, вроде как следы от пуль. И что самое интересное, почему-то они совсем не ремонтируют вот эти здания. Мне даже на один момент показалось то, что они делают это специально для привлечения туристов. Но хотя, честно говоря, не уверен, может быть, как память о войне. А еще мы решили устроить небольшой конкурс и разыграть 5000 рублей, которые вы могли бы добавить уже на свое путешествие. Условия конкурса будут очень простыми. Первое, это вам надо подписаться на наш канал, если еще не подписаны. Второе, поставить лайк. И третье, написать любой комментарий. Ну, например, о нашем видео понравилось, не понравилось, может быть, мы что-то забыли сказать. Ну, или просто о Боснии и Берцеговине, если вы были в этой стране или хотите ее посетить. Ну, и ровно через месяц мы выберем победителя. Случайным образом не опубликуем на канале. Вот так вот на улице течет вода. Люди подходят, пьют, кто-то умывается. Сразу же вспомнил, как я в детстве из колонки пил, из-под колонки на улице. Давай, Настя. Тут неизвестно еще какая тут вода. Не будем рисковать. Пошли. Вот такие вот старые трамвайчики до сих пор ходят по городу. И в городе очень популярны пекарни. Вот написано Пекара. Наверное, на каждом углу тут практически находятся. Видимо, местные любят всякие вот эти пирожки. Ну, что тут у нас? Полторы марки. В Масленице написано полторы марки. Круассаны. С маком. Былка с маком. Плетень. Плетень стоит пол марки. Давайте кинем птички. Вширашние. Несвежие. Настя. Ну, что, как тебе штруйдель? Тьфу. Тьфу, классно или нет? Класс. Сто лет мы уже не ездили на трамвае. Слон, ты когда последний раз ездил на трамвае? В сеном году. Да, очень давно. Никаких кондукторов нет. Что-то все заходят. Никто ничего не платит. Может, что надо куда-то платить, но мы не поняли, куда. Да, поэтому мы не будем. Я не ездила на трамвай миллионы лет назад. Настя ездила на трамвай миллион лет назад. И хоть Босния и считается одной страной, но по факту это так-то несколько государств в одном государстве. У них 20 лет назад была гражданская война, в результате которой по сути страна была разделена на две части. В одной части живут сербы, а в другой части живут хорваты и босняки. Или босняки, как их правильно называть, я не знаю. Сейчас и тут вообще, по сути, этот город был весь разбомблен. 20 лет назад была примерно эта война. У них вон до сих пор в городе полно музеев на эту тему, посвященную геноциду, гражданской войне. Везде можно зайти, посмотреть последствия, как все это происходило, фотография. Ну и сейчас, в принципе, все нормально. Город спокойный. Начали приезжать туристы. Вроде все налаживается у них тут. Зашли вот в такую вот кафешку. Зацените, какие большие порции. Заказали. Ну, Настя какое-то фраппе. Курица вот в такой обжаренной штуке. С картошкой. Макароны. Салат. Он какой огромный. На все про все 40 примерно, 37 марок вышло. Ну что, как еда? Съедобная? А тебе как, Настя? Вкусно? Единственный момент. Вот мы вчера, допустим, сидели в другой кафешке. Были похожие блюда. Вот такие вот помидорки маленькие там были. Короче, мы их посмотрели поближе. Они даже не мыты. Вообще в грязи сверху были все. Прямо так режут, накидывают. Не очень хорошо. Чувствуем себя как в Азии. А еще такое ощущение, что в Боснии практически все люди курят. Куда не посмотри, все с сигаретами. Во всех кафешках стоят пепельницы. Все курят. Очень много народа. И даже когда помещение заходишь внутрь, допустим, в ресторан, где обычно внутри-то не разрешают курить, внутри тоже за каждым столиком стоят пепельницы, и все курят даже внутри. Для детей-то, для путешественников с детьми, это как-то не очень. Настя, ты шопоголик что ли? Настю не оторвать ни от одного прилавка. Вот все подойдет, посмотрит, да? И куколки Лол тут есть, и браслетики, амулетики. Все надо купить, да? Пошли дальше. Кто хотела вот в таком браслете? А бусы хотела? Ты, Настю, все хочешь, что видишь во всех городах. Ну ладно, что-нибудь одно выбери, то купим. Идем по городу гуляем. Ну вот тут вот кладбище, вот впереди меня. Уже прошли метров 200-300, я смотрю на даты. Почти все они приходятся, ну вот в первую половину 90-х годов, как раз когда шла война. Ну и возраст в среднем тут у всех людей практически 30-40 лет. Ну и так как Сараево находится среди гор, то на окраинах города, вот как мы сейчас какие-то ЧПЖ пришли, вот такие вот крутые склоны, по которым надо подниматься. Хорошая зарядка для местных жителей, каждый день. Поднялись на одну из местных вершин, смотрите какой вид на город открывается. Вот он весь целиком, Сараево. Мэри, ребят! Да, до сих пор существуют еще складывающиеся лавочки. Речка тут, конечно, кот наплакал воды, сантиметров 10 глубина на глаз. Что это за зернышки? Не знаю, что-то я ни разу не видел такого. Это вот от таких структурчиков. Да, не особо я разбираюсь в растениях. Вот подошли к мосту, латинский мост, сзади Настя. Мост знаменит тем, что именно на нем произошло событие, послужившее поводом к началу Первой мировой войны. Тут убили этого эрц, герцога Фердинанта. Но мы не особо знатоки истории, поэтому больше фактами сыпать не будем и умничать. Пойдем лучше к кафешку найдем, какой-нибудь покушать Настя. Ну-ка быстро обратно. Зацените, на какой машинке можно заказать городской тур, прокатиться. Будете на такой ехать, вам все будут рассказывать. А вот так вот готовится национально-боснийско-балканский трудельник. Тесто вот так на огне обжаривается. Оно сладкое, с ванилью. Что такое с синамонта? С корицей. И с корицей. Как тебе, Светлан? Сладкая булочка. Сладкая булочка. Ну, они тут очень любят всю эту выпечку. Саша, все ешь. Сели мы вот в такую вот кафешку покушать. Вот сзади меня. Что мы заказали? Вот такие вот роллы. Лепешка какая-то местная. Роллы из говядины. Вот такой вот кебаб. Я, честно говоря, ожидал, что кебаб будет такой, как у нас. Вытянутый национальный, типа шашлыка. Но у них, видимо, какой-то свой. Местный. Светлана заказала рыбу, пюрешку. Пиво, кстати, я еще заказал. Мы сначально сели вон за тот столик, где девушки сидят. Но так как он находится рядом с мечетью, вот тут сразу же мечеть, нас попросили пересесть вот за этот столик, мол, рядом с мечетью выпивать нельзя. Вот такой вот обед нам обошелся примерно в 50 местных марок. Но, честно говоря, вот тут поблизости есть кафешки. Мы подходили, посмотрели цены. Там, в принципе, почти везде дешевле. Это, видимо, какое-то модное заведение. А еще в Боснии, так же, как и в других странах, в Балканских странах, принято вот такие вот объявления, типа некрологов, когда кто-то умирает, вешают на столбах, там, вот на таких вот штуках. Информацию о том, кто умер, о родственниках. Вот такой вот боснийский кофе они предлагают, который, по сути, является, мне кажется, точно таким же обычным турецким кофе. Ну, тут сахар подается. Какая-то сладость к нему. Ну, вот так вот изготавливают чашки и турки для кофе. Боснийского кофе делают. И сразу же, тут же продают. Вот магазинчик. На улице выжимают сразу же гранатовый сок. Стоит 5 марок. Вкусненький. Ну, что можно сказать про Боснию? Босния, это, наверное, одна из самых бедных и непопулярных стран Европы среди туристов. И, честно говоря, не совсем понятно, почему. Природа тут красивая, вроде как. По улочкам погулять, прогуляться тоже так. Вполне себе приятно. Старенькие улочки и прочее, особенно в старом городе. И что самое главное, эта страна практически не испорчена цивилизацией и туристами. Вот этим. Это вам там ни Лондон, ни Дубай с миллионами туристов, где там ни пройти, ни протолкнуться. По-моему, так вообще замечательно. Нет, туристы-то, конечно, есть в этой стране, но их мало. Даже иностранцев не очень много. В основном все гуляют по старому городу. Шаг влево, шаг вправо и все, только место. Ну, нам там так кажется. Вон, если раньше хотя бы там россиянам было трудно попасть в эту страну, сюда требовалась виза, то сейчас ее отменили. По сути, любой желающий может приехать. Но мы вот, допустим, за первые сутки я не услыхал еще ни от одного человека русской речи. Среди тех, с кем сидели в кафе или вот рядом проходили мимо. Возможно, конечно, еще и влияет тот факт, что в Боснии нет прямых рейсов. Но даже вот с пересадкой в Сербии, когда мы летели, у нас полет занял чуть меньше 6 часов. Это же все равно очень быстро. Поэтому не совсем понятно, почему страна не такая популярная среди туристов. Но, насколько я знаю, кстати, в основном турпоток вот именно россиян из стран бывшего СНГ едет в Боснию как часть экскурсии из Черногории. Там есть однодневные туры в Боснию, а не в какой-то там ближайший городок, я забыл название. Требенье или Требенье называется. Но это все равно как бы не совсем Босния. Точнее, очень-очень маленькая часть этой страны. Ну а тебе, Настя, как страна? Нравится? Жарко. Жарко? Самое главное, везде по городу, где вы не идете, как вон там. Везде вдали видны горы. Это очень красиво. В Сарайову очень чувствуется мусульманская культура. Последствия вот этого турецкого завоевания. Очень много мечетей, женщин в паранже ходят. Но с другой стороны, вот мы идем и все равно чувствуется, что это европейский город, не восточный. Еще не знаю, с чем это связано, но у нас частенько возникает проблема найти ресторан, где можно нормально пообедать или поужинать. Здесь в каждой второй кафешке в основном продаются только напитки. Вот мы садимся и там только пиво, ну или соки, кофе. Максимум там какой-нибудь бутерброд вам сделают. Их не просто мало, наверное, каждая вторая кафешка, как нам показалось, работает по такой схеме. Ну и вот, чтобы вы понимали, кафешки-то не то, что уж совсем маленькие. Вот довольно-таки большая кафешка, например. Но в ней можно купить только пиво или напитки. В стране еще очень большая безработица. По официальным данным, я посмотрел, где-то 40% населения не может найти себе работу. Но это прямо совсем дофига. Еще когда мы собирались в Боснию, примерно пару недель назад мы купили билеты, я начал бронировать отель. Ну, смотреть на карте, там что есть, что нет по доступности, на booking.com, hotels.com. В общем, здесь отелей, ну так, нормально, много, можно сказать, в центре. Но они все вот такие, маленькие, крошечные. В каких-то крупных сетах или там многоэтажных отелей вы не встретите. Вот, допустим, сзади меня это наш отель стоит, угловой. Но это еще считается таким довольно-таки крупным отелем. Так в чем прикол? Вот за две недели, когда, две недели назад я бронировал отель, мы начали смотреть доступность номеров. Примерно 98%, 99%. Всех номеров было забронировано. Видимо, спрос такой большой. Честно говоря, я немного удивлен. Туристов мало, а отели все забронированы. Да, и еще один местный прикол. Заселились в отель, там листочек лежит. В общем, у них в городе, не только в отеле, а вообще в городе, в принципе, с 11 вечера до 6 утра отключают воду полностью, водоснабжение. Не знаю, с чем это связано. Но, допустим, если вы едете... Ну, допустим, если вы едете с маленьким ребенком, ночью подмыть его будет негде, если захотите. Еще по городу я встречаю много вот таких вот бумажных наклеек. Тут написано «Опростими гаванцы». Я посмотрел в гугл транслейте «Опростими» – это «Прости меня». Слово «гаванцы» там нет, но судя по рисунку, это, наверное, говнецо. Что это значит? Я не знаю. «Прости меня, говнецо». Ну, тут рядом стоит мусорный бак. Я не знаю, связано это или нет. Очень странная наклейка, да? Пришли на местный базар, идем гуляем. Базар очень большой, но, в принципе, уже много прошли. Но ассортимент один и тот же повторяется через каждые полторы лавки. Сумочки четкие, какая-то бижутерия бесполезная, серебро, золото, мороженое, пиво – все. Но это все равно не останавливает Настя. Она останавливается около каждой лавки и что-то там трогает. Очень мечтаешь о такой сумочке. А, и мама подключилась к Насте. Я бы на Насте выбираю, для девочек подачи. Вон в некоторых кафешках кто нас встречает. Ладно, как-то не очень хорошо выглядит, Настя. Не трогай. Ну, а вот местное национальное блюдо балканского полуострова – чивапчичи. Рубленные вот такие какие-то изрубленного мяса колбаски, лук, приправы. Обычная котлета мясная, очень масляная. Вот и все. Я бы не сказал, что прямо очень масляная. Везде-везде горы. Ну и вот домиков вроде вот такого, ветких, полуразрушенных, тут очень и очень много. Так это мы еще в основном по центру гуляем. Я даже боюсь представить, что там в других районах. Типа Голубинная площадь. Закос под площадь Сан-Марко, наверное, в Венеции. Давай, Настя, шагани их всех. Не, я шучу, не надо. Решили дать местным пекарням еще один шанс. Уж больно их тут нахваливают и много чего про них написано. Зайдем еще в одну. Вдруг тут что-нибудь вкусненькое будет. Ну вот, вот в этой пекарне все выглядит уже как-то более по-человечески. Выбор значительно больше. Что-то у нас по ценам. Но в среднем все стоит одну марку. Ну да, вот все, что я вижу, одна или чуть-чуть побольше. Сосиски с тестом. Тоже типа с яблоком, еще с чем-то тут все есть. В общем, очень много. Сейчас проверим. Ну, а это как сегодняшнее? Да. Нормальное? Что, быстрее накидки. Настя, ну что, а это вкуснее, чем там было? Вкусно? Ну, в общем, и настал тот самый момент, когда с Сашей путешествовать становится практически невозможно. Если раньше он хотя бы в коляске сидел, то сейчас постоянно бегает, топчется на месте, плачет. Как тебе, Светлана, путешествие это с Сашей? Светлана не хочет ничего говорить. Это она говорит очень-очень сдержанно. До того, как я включил камеру, все звучало намного в более жесткой форме. Ну, зато с Настей уже просто путешествовать. Ну, а если отъехать от исторической части города, из центра, ну, уже вот по таким полуспальным районам проехаться. Не знаю, отсюда, наверное, с камеры-то будет не видно, но если вот так подходить, смотреть, видно, да, такие стены-то все обстреляны. Какие-то дома замазаны, какие-то нет. Но в целом каждый второй дом, да, видны следы от польки. И любой, кстати, кто был в Боснии-Чернеговине, сможет, наверное, подтвердить, что тут есть один городок, в котором нельзя не побывать, если вы приезжаете в эту страну. Речь идет о городке под названием Мастар. Это очень известный город. Вот если, допустим, вы загуглите Боснии-Чернеговина, то первое, что вы увидите, допустим, в гугле, это будет как раз вот фотки Мастара, а не Сараева или других городов. Когда мы думали, на чем добраться до Мастара, здесь какие варианты были? Автобус. Ну, автобус это вообще какой-то вариант не с детьми. Очень неудобно. Мелко побегать, походить будет негде. Особо не остановиться. Есть еще поезд. Ну, там офигительные виды открываются, если вы погуглите с поезда вот до Мастара. Но все прокурено. Люди курят прямо в вагоне. Тоже поэтому вариант этот отпал. С детьми будет очень проблематично так ехать. Поэтому мы остановились на третьем варианте. Арендовали авто. Вот такой вот. Форт Мондео. Арендовали его на одни сутки. Обошелся нам где-то в 200 местных марок. Автомат, навигация, все есть. При необходимости всегда можно остановиться на дороге, выйти, погулять. Сам себе хозяин. Едешь с какой скорости хочешь, удобно. Ну, вот что мне больше всего нравится во всех этих поездках. Не обязательно вот сейчас до Мастара. В принципе, это поездки на машине по авто. Вот именно по горам, между городками какими-нибудь проехаться. Посмотреть, остановиться, выйти, где захочешь. На дороге везде продают вот мед, соки, еще что-то. Вон он заворачивает. Мы уже взяли одну баночку вот такой черный-черный. Это шалфей. Акация есть. Каштан. Из эдуванчиков. Каждая банка стоит 5 марок. Ой, 10 марок. 10. Соки он делает из яблок сражи. Фрукты, овощи можем купить. Сражи тут же и живет. А мы тем временем наконец-то доехали до Мастара. В принципе, наверное, не зря его называют туристическим центром Боснии. Вот эти улочки в старом городе, видите, сколько там народу ходит. Не пройти. Особенно с коляской. Короче, теперь понятно, откуда здесь столько людей. Эта дорога, оказывается, вела на Старый мост. Главная достопримечательность. Вон он сзади меня. Вот этого городка Мастар. А самые нормальные, умные люди вон там снизу сидят. Фотографируются, купаются. Как видите, вот тут, вот около места сесть вообще практически невозможно. Тем более с ребенком. Не пройти, не сесть. Поэтому сейчас пойдем какую-нибудь тихую улочку найдем и там покушаем. Ну и в Мастаре мы зашли в кафешку, в которой предлагается местная национальная еда. Что мы заказали? Первое. Вот это вот баклажан. Блюдо называется Имам Бэл Ди или как-то так. Я не уверен, что правильно его произношу. Баклажан. Тут немного курицы, картошка фри, специи, овощи. Второе это епрак. Это завернутое в виноградные листья мясо с рисом. Что-то вроде типа долмы, насколько я понял. Ну, у Настя обычные макароны. Светлана заказала куриную грудку. Но это не совсем как-то похоже на куриную грудку. Они ее сами нарезали. На все про все вот эти блюда вышли. Выйдут нам примерно в 45 местных марок. По поводу сложности перевода. Допустим, если вы говорите только на русском языке, а английским вообще полный ноль. Приедете сюда, я думаю, в принципе, вы поймете, наверное, 70-80% того, что написано. На слух, конечно, слова не особо хорошо воспринимаются. Но вот если читать, то все слова очень-очень сильно похожи. По меню можно понять 70-80% того, что написано. В принципе, удобно. А стоит это идти метров на 300 от старого города, ну, от моста. И кафешки уже пустые. Ну и, честно говоря, Мастар не производит такого впечатления, ну, которое ожидалось бы. Просто очень-очень много туристов не пройти, не проехать. Вот мне намного больше понравилась дорога до Мастара, когда мы ехали на машине. Вот это очень красиво. Вот это природа, реки. Очень высокие горы. Вообще красота. Вот если отойти вот от таких туристических прямо мест в Мастаре, пройтись просто вот по таким вот улочкам, как мы идем. Город очень такой тихий, спокойный. Котель в Мастаре. Да. Вот по такому уже можно гулять. Светлана уже хочет сюда переехать. Нет, жить я тут пока не готов. Нашли парк. Ну да, такой нормальный, можно погулять. Чуть прогуляемся. Саньку можно отпустить, побегает спокойно, без присмотра. Зацените вывеску перед входом в парк. Ну, футбол, велосипед и машина собаки, понятно, последнее. Запрещено приходить со своим оружием. Да, и с чужим тоже. Одна вещь, которую я не ожидал встретить в Мастаре. Памятник Брюсу Ли. Тут я чувствую себя уже в Гонконге. Ты думаешь, это принц? Давай, Настя, не лазай по памятникам, пошли. Ну и посереди города много вот таких вот заброшенных домов. Недостроенных, или не знаю, после войны это. Да не. Вон окна вставлены. Были когда-то. То есть кто-то тут когда-то жил. Ну да, страна не из самых богатых. Заехал заправиться на Газпром. Чувствую себя как дома. Че по ценам на бензин? Дизель 2.31 марка. А 95-й 2.26 марки. Ну, в принципе, подороже, чем у нас. И по пути из Мастара в Сараево, или обратно, можете остановиться на трассе. Тут есть всякие ресторанчики. Вот сзади меня. У них это очень популярно, я так понял, жарят. Целиковые барашки. Если вы садитесь в одном из таких ресторанов, вы будете сидеть. И рядом будет вот такой вот прямо офигительный вид открываться. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша поездка в Боснию в Герцеговину. Нам, как всегда, все понравилось. Улочки тут интересные. Природа просто офигительная. Еда вкусная. Правда, с осторожностью надо кушать тут все. Но все равно очень необычное и вкусное. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а мы поехали дальше, в Сербию. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров А.Кулакова